Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос, почему так сложно отпустить человека после расставания и можно ли как-то его отпустить. Ну, естественно, что отпустить человека можно, вот, просто это определенный процесс и процесс этот, он может быть довольно длительным по времени. У каждого человека, наверное, этот процесс занимает свое время и я думаю, что в зависимости от характера отношений, в зависимости от типа взаимодействия, в зависимости от того, какой частью личности человек вовлечен в отношения, так скажем. В зависимости от этого, ну, наверное, вот происходит, так скажем, отпускание, ну, процесс, да, процесс отпускания происходит. Вот, у всех по-разному, по какой-то единой, какого-то единого норматива, поэтому вопросу в принципе нет и быть не может, что на мой взгляд является абсолютно, абсолютной нормой. Вот, поэтому, тут вот, в первую очередь, мне кажется, нужно смотреть именно на то, значит, как вы выстраивали отношения с человеком, на каких основаниях вы выстраивали отношения с человеком. Вот, и дальше уже, я думаю, было бы несколько более понятно, что конкретно причиняет вам боль. А здесь обязательно нужно, наверное, сказать, что любое, любое расставание, это травма, вот, и травматичность, она, опять же, у каждого человека своя в этом смысле. Вот, вот, и принимать этого внимания. Сложность же, сложность отпускания человека, на мой взгляд, заключается в том, именно сложность, заключается в том, что на человеке центрируются некоторые наши, так скажем, потребности. Вот. То есть, когда мы, например, с человеком находимся во взаимоотношениях, и если эти взаимоотношения не совсем здоровы с точки зрения психологии, да, если эти отношения не совсем естественны, скажем так, вот. Вот. То в таком случае, конечно, я бы сказал, что действительно очень сложно было бы человека отпустить. То есть, ну вот, в этих случаях, да, очень тяжело отпустить человека, если в отношения вовлечены потребности. Вот. Поэтому нужно, и, как правило, этого достаточно, нужно просто посмотреть на то, какие потребности замешаны, какие потребности вовлечены. Ну вот, вовлечены в то, что вы не можете врага отпустить. Вот. То есть, что это за потребности. Чего вам хочется, например, да, допустим. Чего вам хочется. Вот. Чего вам хочется, да, ну, здесь. Вот. И дальше уже, вот, от этого исходить. Вверх уже исходить. Дальше. Вот. И смотреть, значит, как вы можете реализовать, да, вот, свои потребности, твои желания в других сферах. Вот. Другими, ну, другими способами, грубо говоря. Вот. Потому что сейчас, ну, совершенно очевидно, вот, что вам как-то плохо, да? Вот. Совершенно очевидно, что вам тяжело, трудно, болезненно. И исходить нужно, конечно, из этого, пожалуй. Именно из этого. Вот. Что касается именно самого опускания человека, то лично я думаю, что во многом могу, во многом может помочь. Во многом может помочь. Вот. Вот. Как раз проживание боли. Болезненность. Вот. И, соответственно, болезненность. Вот. 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 Оно, ом, понижается, когда человек проживает то, что его, значит, беспокоит. Вот. То, что я могу вам сказать, с точки зрения, значит, психологии, да, и с точки зрения, а, психотерапии, с точки зрения, значит, опыта моего, которого, у меня ее. Вот то, что я мог бы вам сейчас ответить. Вот, значит, посмотрите на это. Легче, конечно, именно легче вам было бы поработать с психологом и решить этот вопрос. То есть психологам было бы легче, проще, быстрее, быстрее. Ну, тут нужно, наверное, понимать, что есть определенные моменты, такие как сопротивление, например. Вот, то есть сопротивление, желание человека остаться в своем таком состоянии, да? Вот. То есть, ну то есть вот, когда вроде бы и больно, вроде бы больно, с одной стороны, с одной стороны больно. Вот. С другой стороны, отказаться от этого тоже не совсем получается. Вот. Вот. Это вот такая вот, ну, довольно неприятная получается штука. Здесь неприятная получается история. Вот. Поэтому тут тоже нужно смотреть. Именно поэтому вот, ну, именно поэтому вам самой, да, именно вам самой, скорее всего, не получится решить эту проблему. Вот. вот. А-а-а, потому что, потому что вы будете использовать на механизме защиты. Вот. Чтобы остаться. В этом. Ну, в этой вот. в этой ситуации и так далее вот понимаете понимаете, какая штука какая штука вот такой ответ я мог бы вам отдать с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии на этом все буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу позволит вам начать над собой работу я желаю вам всего самого доброго удачи обращайтесь за помощью, вам она пригодится